МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Перспективы развития холдинга Гомсельмаш, реконструкции областной детской больницы и социально-экономическое развитие региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Гомельскую область. Поддержка талантливой молодежи, решение ее социальных проблем и воспитание подрастающего поколения. Эти темы рассмотрели участники республиканского семинара в Речицком районе. Святая Гомельской земли. В областном центре прошли торжества, посвященные столетию со дня рождения преподобной манефы Гомельской. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Государство не собирается продавать контрольный пакет акций Гомсельмаша. Об этом заявил президент Беларуси. На этой неделе Александр Лукашенко посетил Гомель. Свой визит он обозначил как контроль за выполнением ранее данных поручений. Основных было два. Создать белорусский суперкомбайн и в короткие сроки построить современную детскую больницу в областном центре. Экзамен перед главой государства и строители, и конструкторы, и местные власти выдержали. Но работы впереди еще много. Анастасия Кучинская продолжит тему. Старт реконструкции детской областной клинической больницы в 2016 году дало распоряжение президента. Стройка стала общереспубликанской. Большие бюджетные вложения, спонсорская помощь и пожертвования. В строительстве принял участие практически каждый белорус. В итоге построили дворец. Именно так Александр Лукашенко отозвался об увиденном. Медицинская помощь маленьким пациентам теперь вышла на совершенно новый уровень. Новый класс операционный, новый тип, новое поколение операционных, новое поколение оборудований операционных. И опять же, большие возможности для развития дальнейшего и для улучшения всех параметров по оказанию хирургической помощи. К услугам хирургов пять современных операционных, две оснащены телемедицинским оборудованием. До этого детской хирургии в больнице вообще не было. Маленьких пациентов оперировали в областной. И условия там были довольно стесненные. Теперь есть новый семиэтажный хирургический комплекс. Новый неонатальный блок тоже в семь этажей. Здесь выхаживают самых маленьких пациентов. При рождении вес этих малышей меньше килограмма. Кювезы, в которых они находятся, самые современные. Мы боремся за жизнь каждого пациента, потому что иногда это единственный шанс для мамы иметь возможность материнства, то есть единственный шанс стать мамой. Новые площади позволили расширить практически все существовавшие в старой больнице отделения в два раза. Пребывание пациентов стало куда комфортнее. Светлые просторные палаты, отдельные санузлы, детские игровые на каждом этаже. Лечение в больнице всегда стресс, но удобные условия помогают его уменьшить. Мне очень понравилось, честно. Я первый раз в такую больницу попала. Очень, как бы, атмосфера очень хорошая. Люди очень отзывчивые, такие добрые. Врачи очень. Больница, конечно, на высшем уровне. Медики не раз делают акцент. Дружественность к детям – залог успешного лечения. Но главный плюс построенного медицинского центра в том, что в Гомеле наконец-то удалось и в одном месте собрать детских врачей всех направлений. Хирурги, травматологи, реаниматологи, педиатры разного направления педиатры – они все здесь. И это очень важно, потому что, когда возникала необходимость их консультации, ребенка приходилось здесь возить или приходилось привозить консультантам, сейчас мы все здесь, на этой базе. Александр Лукашенко поручил оперативно устранить некоторые недоработки по оснащению больницы современным оборудованием, часть из которого пока не поставлена, но в целом увиденным остался доволен. Во время посещения Гомсельмаша речь шла о его текущем состоянии и перспективах. Президенту показали модельный ряд техники, которые за последние десятилетия удалось значительно расширить, в том числе обещанный суперкомбайн. В общении с коллективом Александр Лукашенко подчеркнул, Гомсельмашевцы, конечно, молодцы, но сейчас требуется в первую очередь поработать над качеством. Качество продукции, там, где вы должны честно выполнить свою работу, вопрос номер один. Это требование и к руководству, и прежде всего к вам. Я вам это говорю, как ваш президент. Если вы хотите, чтобы мы конкурировали в этой недобросовестной конкуренции, смогли выиграть, вы должны поставить качественный продукт. Также президент поручил запустить в стране масштабную программу по восстановлению и модернизации, отслужившей свой срок техники. Это касается не только Гомсельмаша, но и МАЗа и МТЗ. Приведение в порядок старой техники могло бы стать полноценным дополнительным направлением работы, которая была бы востребована не только в Беларуси, но и в сопредельных странах. Отслужил в колхозе, в совхозе, по-старому говоря, в сельхозкооперативе у фермера комбайн 8-10 лет, изношен, он его под забор покупает новый. Надо не под забор, надо пока он на ходу, изношенный комбайн, его сюда. Это будет дешевле для крестьянина, а для вас новый объем работы. Если это позволит сохранить трудовой коллектив здесь, для меня благо. То, что это будет выгодно крестьянам и государству, это тоже благо. Гомсельмашевцы услышали из уст президента и, пожалуй, главные для себя слова. Во-первых, государство поддержит модернизацию, которую они планируют. А во-вторых, не откажется от контрольного пакета акций предприятия. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственной. Я знаю, к чему приводит приватизация. Я боюсь, чтобы наш завод, Россельмаш давно предлагают, давайте приватизировать. Мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок. А все остальное, ценное, будет и конструкторские разработки, и наушно-технические, все там, в Ростове. А мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно. Должны быть партнерские отношения. После общения с президентом работники завода своими впечатлениями поделились с журналистами. В принципе, все хорошо. Нас оценил, но попросил, чтобы мы более качественно работали. И мы будем стараться выполнять свою работу более качественно, для того, чтобы оправдать его надежды. И предприятие наше продолжало работать долгие годы. Мне приятно было слышать о том, что он сегодня похвалил наш суперкомбайн. Мы тоже им гордимся. Мне приятно было слышать о том, что мы хорошо сработали по импортозамещению, потому что я ведущий инженер-технолог по импортозамещению. Прозвучало напрямую, открыто, что контрольный пакет государства никому не собирается передавать. Что хочет кто-то войти в долю к нам. Ну, пожалуйста, пусть входит и помогает нам, и мы им поможем своей техникой. И этот коллектив успокоит, и я думаю, разговоры после этого разговора, они полностью все прекратятся. Накануне визита в Гомель президент отмечал, что в первую очередь проверит, как выполняются его поручения. Экзамен от главы государства Гомель выдержал, но появились и новые задачи. Одна из самых важных предстоящей европейские игры. В 2019 году мы ожидаем большой приток иностранных гостей. И потрудиться над тем, чтобы показать туристам и себя, и свою страну в выгодном свете, нужно не только столице, но и регионам. Анастасия Кучинская, Валерий Гопанько, Андрей Иванов. Специально для Новостей недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. В Реческом районе чествовали первые в Гомельской области в нынешней уборочной кампании молодежный экипаж «Тысячник» и первого молодого водителя, перевезшего более 2000 тонн зерна. Лидером стал тандем в составе 22-летнего старшего комбайнера Тимофея Кротова и 23-летнего помощника комбайнера Сергея Кечко из Ксуп «Фрунзе Агра». Их вклад в общий каравай составляет 1200 тонн. Молодые люди прямо в поле принимали поздравления от БРСМ и руководителя предприятия. Первым среди тех, кто с полей на зерноток доставил 2000 тонн нового урожая, стал 30-летний Евгений Денько из Ксуп «Новый путь Агра». В этом хозяйстве мужчина трудится уже 6 лет. Пять из них за рулем МАЗа. Всего в Гомельской области на жатве работают около 80 молодежных экипажей. На отвозке зерна заняты полсотни молодых водителей. Пожарная безопасность на уборочной под контролем МЧС. Инспекторы выезжают с рейдами в районы. Основное внимание – исправности средств пожаротушения и наличию искрогасителей на технике. Обязательное условие – наличие в поле спецтехники, приспособленные для тушения пожаров. Спасатели проводят дополнительные инструктажи и проверяют знания сотрудниками сельхозпредприятий, правил безопасности и алгоритмы действий в случае возникновения пожара. До окончания кампании инспекторы побывают во всех хозяйствах области. В Гомеле принимали представители деловых кругов Узбекистана. В составе делегации – представители администрации деловых кругов двух областей – Новоийской и Андижанской. На акционерном обществе «Мелковито» разговор шел о возможных поставках белорусской продукции, строительстве собственного завода по белорусским технологиям и с помощью гомельских специалистов. О сфере других интересов деловых кругов Узбекистана можно судить по списку предприятий, представители которых были приглашены на контактно-кооперационную биржу, организованную Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты, сельскохозяйственное машиностроение, жилищное и дорожное строительство, нефтехимическая и пищевая промышленность. Пока Узбекистан не входит в число основных внешнеэкономических партнеров области, но стороны намерены исправить эту ситуацию. В период с 10 по 15 сентября этого года Узбекистан посетит делегация Гомельщины, которая презентует потенциал региона. Более чем в половине районов Гомельской области введен запрет на посещение лесов. Установлен четвертый класс пожарной опасности. Из-за сухой жаркой погоды ситуация ежедневно усложняется. О запрете информируют специальные объявления и таблички. Отслеживать оперативную информацию можно на сайте Министерства лесного хозяйства. Въезды в лесной массив закрываются шлагбаумами. Для предупреждения лесных пожаров и выявления нарушений природоохранного законодательства работники лесхозов проводят ежедневные рейды. Следить за обстановкой помогают и фотоловушки. Нарушение правил пожарной безопасности может грозить штрафом до 25 базовых величин. 25 августа в Лясковичах в рамках международного фестиваля этнокультурных традиций выберут самую красивую девушку Полесье. Центр моды и красоты «Хрустальная нимфа» при поддержке Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи областполкома объявил конкурс «Полесская проихожунья-2018». На этой неделе в Гомеле прошел кастинг претенденток на участие в конкурсе. Главные условия отбора – девушки должны быть уроженками одного из 12 полесских районов Гомельской и Брестской областей. Возраст от 16 до 23 лет, рост выше 170 сантиметров. Уже в понедельник претендентки на титул примут участие в фотосессии для онлайн-голосования. Затем начнутся уроки дефилей и репетиции выходов. В течение двух дней в Гомельской области обсуждали вопросы реализации государственной молодежной политики. На базе предприятий Речицкого района проходил республиканский семинар-практикум с участием представителей госорганов, общественных организаций и журналистов. Что увидели участники семинара во время посещения объектов и какие предложения высказали в ходе пленарного заседания, знают наши корреспонденты. В агрогородке Холмич Речицкого района проживает 1200 человек. Практически каждого третьего можно отнести к категориям «Дети и молодежь». Они в субботниках принимают активное участие и в волонтерском движении района среди лидеров. Десять лет назад в Холмиче открыли Центр культуры и ремесел, деятельность которого, в первую очередь, ориентирована на молодых людей. Кроме создания историко-этнографических уголков, значительное внимание в работе Центра культуры клубным формированием. Сейчас здесь работают 11 кружков, восемь из которых предназначены для молодежи. Мастера народных промыслов учат воспитанников создавать действительно уникальные вещи от кукол до шкатулок. В районе убеждены – процесс воспитания молодежи должен идти через сохранение народных традиций. «Есть такие куклы, которые делались в течение трех прочтений «Отче наш». Нужно было успеть заделать куклу. Либо нужно, если это правильная кукла, ее нужно начать и закончить сразу, не вставая. То есть деткам это недоступно. Поэтому уже для деток мы уже вот это делаем детки». Республиканский семинар по вопросам реализации государственной молодежной политики собрал 350 участников из всех регионов Беларуси. Это руководители структурных подразделений исполнительных комитетов, идеологические работники, представители общественных организаций, журналисты. Представители каждой области приехали не только для того, чтобы ознакомиться с опытом других, но и чтобы рассказать о своих наработках. Гомельчане презентуют методы вовлечения молодежи в исследовательскую деятельность. Делегация «Лиды» рассказывает о проекте воспитания у молодых людей культуры вождения. «Ярким моментом проекта является конкурс «Вежливый водитель. Благодарные пешеходы», где участники размещают на заднем стекле наклейку, которая говорит о том, что они участвуют в конкурсе, и на протяжении 10 дней на видеорегистратор фиксируют благодарности от пешеходов, скажем так, автолайки». Республиканский семинар-практикум – рабочее совещание, которое подразумевает распространение лучшего опыта по реализации молодежной политики. Еще одна задача – анализ эффективности выполнения поручений президента, высказанных в ходе работы Пятого Всевелорусского собрания, во время встречи с творческой молодежью, а также предложений, прозвучавших на последнем съезде БРСМ. «Это и профессиональная ориентация наших старшеклассников, это и получение образования, и трудоустройство, предоставление первого места работы, это работа по патриотическому воспитанию молодежи, а в принципе это охват всей молодежи, начиная с дошкольных учреждений, так как и была поставлена задача». Среди озвученных предложений также формирование у молодых жителей страны более активной жизненной позиции. В учебных заведениях Беларуси планируется реализовать проект «Школа активного гражданина». Патриотическое воспитание – одно из главных направлений в работе с молодежью. При этом каждый молодой человек должен быть уверен в стабильном завтрашнем дне. «Чтобы не наступал здесь ножниц, что наш молодой человек будет востребован и более оплачиваем где-то на чужбине, он бы и любил родину, но он здесь не пригодился. Вот такого просто недопустимо. И поэтому должны трещать головы властимущих, которые занимаются молодежью, как молодого человека не просто заинтересовать, а нагрузить интересной, хорошо оплачиваемой работой на родине. Вот главная задача». Во время работы семинара ранняя профориентационная работа с молодежью называется «Среди приоритетов государственной политики». В производственном объединении «Беларусьнефть» эти предложения находят полное понимание. Работе с молодежью на этом предприятии – особое внимание. Для них здесь разработали карьерный маршрут. По сути, свод требований, которым должен соответствовать специалист на каждой должности. Приветствуется и участие в научно-исследовательской работе. Причем начинается все еще с профориентации учащихся Реческого районного лицея, где создан так называемый «нефтегазовый класс». В котором свои уроки проводят наши лучшие специалисты, руководители наших подразделений. Дети выезжают в наши объекты, на буровые, на завод, на объекты нефтедобычи. Участники семинара уверены – определенных корректировок сегодня требуют и сами подходы к работе с молодежью. В частности, речь идет о необходимости научных рекомендаций с учетом отечественного и зарубежного опыта. Пока немногочисленные разработки касаются только студенческой среды. Кроме того, предложено внести коррективы в кадровую политику. Многие специалисты, работающие с молодежью, не имеют ни профильного образования, ни специальной подготовки. Новых позиций мы не планируем развивать. А те, которые позиции есть на сегодняшний день, потому что законодательно у нас на сегодняшний день все утверждено, это и получение среднего, высшего образования, первое рабочее место, гарантии молодым специалистам. Поэтому это просто совершенствование всех направлений. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Габанько. Новости недели. Православные верующие отметили столетие со дня рождения святой преподобной Манефы Гомельской. В день ее памяти, 11 августа, в Свято-Петропавловском соборе прошло праздничное богослужение. Его возглавил митрополит Минский из Заславский, патриарший экзарксии о Беларуси Павел. Наш корреспондент Анна Корольчук посетила торжества. Матушку Манефу в миру звали Мария Скопичева. Она родилась 1 апреля 1918 года в деревне Севруки. Несмотря на начавшиеся в те времена гонения на церковь, ее семья была верующей. Поэтому, когда у девочки нашли тяжкий недуг, церебральный паралич, справиться с этим ей помогла вера в Бога. Она несла свой жизненный крест со смирением и любовью. В 17 лет девушка стала послушницей Чонковского женского монастыря. Во время войны схемонахиня предсказывала судьбу солдат. А после закрытия монастыря матушка начала принимать многочисленных посетителей в родной деревне Севруки. В эпоху повсеместного атеизма своим даром она приближала людей к православной вере, исцеляла болезни, как душевные, так и физические. Умерла подвижница в 1984 году. Ее духовное чадо, монахиня Феодосия, которая много о ней рассказывала, которая ходила пешей из перероста в Севруки к ней, хотя бы раз в месяц, но посвящала ее. Говорила, что вот как пойдешь, побоишь у матушки, как она наставить по жизни, говорит, ну месяц летаешь на крыльях, а к ней шли не одна, не два человека, а шли сотни тысячи. И в то время гонений как раз этот человек давал духовную силу нашему народу. 11 августа 2006 года святые мощи Манефы были найдены нетленными, и по сегодняшний день они находятся в Свято-Петропавловском соборе Гомеля. Через год преподобная Манефа была канонизирована. Я думаю, что многие, наверное, еще сегодня помнят ее. Молитвенно будем обращаться к ней и просить, чтобы она, которая жила на этой благословенной земле и стяжала благодать Святого Духа, чтобы она помогала и всем нам на нашу жизнь, на пути вдохновляла всех нас на дела добра, любви, милосердия, как и нас всегда призывала. Накануне праздника дорогу к храму выслали стометровым цветочным ковром. Узор начинается с образа орла, символа мудрости и силы. Сотни паломников и священнослужителей, среди которых были и современники матушки Манефы, приехали в областной центр, чтобы почтить гомельскую святую. По воле судьбы свой монашеский подвиг Манефа несла не в монастыре, а среди обычных невоцерковленных людей. Советы монахини были простыми и действенными. Открыть свое сердце для молитвы, покаяния и милосердия. Так больным подавалось здоровье, бедным утешение, а тем, кто скорбит, радость. Благодаря молитвам матушки многие вернулись на путь спасения. Необычная сила веры Манефы до сих пор привлекает к ней людей из разных уголков православного мира. Матушку мы чтим, помним, просим ее святых молитв, там уже у престола Божия, за нашу гомельскую землю. Яракош с ее мощами, матушки Манефы, находится в Петропавловском соборе, в открытом доступе. Всегда можно прийти, помолиться, просить утешения, исцеления, ну и благодарить, конечно, Бога, не забывать о том, что происходят в нашей жизни такие замечательные чудеса, как мы живы, здоровы, веселы, радостны, и все у нас будет хорошо с помощью Божьей. Анна Корольчук, Валерий Гопанько, новости недели. А теперь к новостям культуры. В историческом центре Минска, Верхнем городе, продолжаются праздники национальных традиций разных стран. В этом году в масштабном культурном марафоне принимают участие сразу 15 государств. Концерты и выставки, сувенирные ярмарки и дегустации блюд – обязательные атрибуты, которыми каждая страна стремится удивить по-своему. А чем порадовала уходящая неделя жителей и гостей нашего региона, расскажет культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Гомельская земля славится своим гостеприимством как в туристическом плане, так и в реализации различных международных проектов. К примеру, сейчас у жителей и гостей областного центра появилась уникальная возможность познакомиться с творчеством фотографов мира. В Музее истории города Гомеля открылась выставка «Многоликая Россия». Она включила в себя более 30 снимков, отражающих неповторимую природную и архитектурную красоту, оригинальные народные ремесла и национальные традиции страны-соседки. Фотопроект реализован совместно с Российским центром науки и культуры в Гомеле. На выставке представлены снимки победителей международного фотоконкурса «Русская цивилизация». В нем приняли участие 2000 фотографов из 28 стран мира. Они прислали на конкурс более 10 тысяч снимков. В Гомеле можно увидеть лучшие работы, которые рассказывают о многогранности и многоликости необъятной России. К слову, совсем недавно был объявлен старт второго международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Информацию об условиях его проведения можно найти на сайте Российского центра науки и культуры в Гомеле. А в Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Лоскут в интерьере». В экспозиции 13 оригинальных рукотворных работ гомельского мастера Галины Голубенко. Тканы, пану и картины изготовлены в технике пэтчворк или, иначе говоря, лоскутного шитья. Это сшивание разных по расцветке и фактуре тканей. Работы автора сочетают в себе сложности, простоту, нежность и экстравагантность. На тканых полотнах животные, птицы, цветочные композиции, а также православные святыни и пейзажи белорусской земли. Тем временем в Гомельском костеле решили возобновить проведение кинопоказов под открытым небом. Всем желающим предлагают посмотреть и обсудить умное кино для души. На этой неделе зрители увидели приключенческую драму «Путь» американского режиссера Эмилио Стевиса. Этот фильм посвящен знаменитому маршруту католических паломников в пути святого Иакова. Картина призывает задуматься над духовными ценностями и вопросом поиска высшего смысла жизни. Периодичность подобных кинопоказов пока определяется. В хорошую погоду они будут проходить на свежем воздухе, в дождливые вечера внутри храма. А в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина продолжается цикл летних концертов «Сиреневые вечера». На этот раз свое творчество зрителям дарили талантливые гомельские поэты, композиторы, музыканты, авторы песен Дмитрий Нилов, Сергей Стариков и Вячеслав Недеза. В программе звучали акустические баллады, бардовские песни и христианский рок. АПЛОДИСМЕНТЫ Светлогорский районный дом ремесел приглашает детей и взрослых на выставку живых насекомых «Восемь лап». Представленная коллекция позволит окунуться в экзотический мир и узнать много интересного о редких паукообразных обитателях нашей планеты. С самыми яркими культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Андрей Иванов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Смотрите программу «Новости недели» в следующее воскресенье. До свидания.